Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала О2 Кислород, очередной выпуск программы Learn Music. Узнаем музыки больше. Сегодня цель нашей встречи – это узнать как можно больше о таком сокровенном процессе, как аранжировка. В гостях у нас замечательный совершенно артист Одисей Багусевич – это педагог, композитор, музыкант, аранжировщик. Его еще остальные титулы мы чуть позже перечислим, а сейчас пока им аплодируем, потому что Одисей Багусевич к нам пришел. И в гостях у нас еще один замечательный музыкант Павел Лукаянов со своими совершенно великолепными гуслями. Правильно я говорю? Гуслями или гуслями, правильно говорить? Как? Как угодно. Хорошо, ну действительно. Сейчас уже аплодисменты Павла Лукаянов. Ну и чтобы сразу нам всем стало уютно и интересно, мы слушаем музыкальный номер, потому что эти два музыканта из себя представляют коллектив под названием «Винтерсан» – «Зимнее солнце». Слушаем. Винтерсан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 по-старому с живыми музыкантами. Вполне. Это даже лучший вариант. Но если музыкальная деятельность очень широка и она довольно-таки приемлема в домашних условиях, то не обойтись без этого дома. То есть, если нет оркестра под рукой, то уже точно совершенно без компьютера никуда. В принципе, да, потому что сейчас очень много этого такого сервиса компьютерного, который позволяет реализовать даже симфоническую музыку или музыку для хора, композитору или аранжировщику и услышать уже звучание, получить все-таки это. Ну, скажем там, в эпоху биг-бендов джазе, да, там 30-40-е, фигура аранжировщика – это была обязательная, так сказать, элемент большого оркестра. Причем далеко не всегда это был один и тот же человек. То есть, дирижер и аранжировщик – это немножко разные люди были. Они разные функции выполняли. Ну, хорошо, это я так немножечко все отвлекаюсь, а знаю, там есть план сегодня у нас. Да, у меня есть план, потому что эта тема, я знаю, что у нас время ограничено, и я хотел быстро набросать самое главное. Поэтому, да, в данном случае даже вот эта первая тема, она была примером аранжировки. Павел как раз показал, сколько было дано музыке, то есть один мотив и какая композиция получается в данном случае. Потому что там была и модуляция в минор, и опять в мажор. То есть это все распланировано аранжировщиком, и он управляет, в принципе, психологией. То ли он может осветлить музыку, то ли он может ее сделать более грустной. Первый пункт, который я для себя определил для аранжировщика, это, конечно, человеческий фактор. То есть музыкальность самого человека. Конечно, от этого никуда не деться. Любой музыкант – это бурлящий человек ритмами, мелодиями, какими построениями. То есть мы сейчас как бы начинаем отвечать на вопрос, что, какими качествами должен обладать хороший аранжировщик. Ну да, я попробовал проанализировать это и немножко систематизировать. В данном случае, да. Каждодневные репетиции музыканта или музыцирования, они могут быть любыми. Так я играю каждый день. Ничего другой. Другая музыка совсем. Получается, что который человек имеет возможность так легко, ему, конечно, легче будет потом и сочинять, и аранжировывать чего-либо. Потому что у него всегда какие-то могут прийти идеи, а даже на чужую музыку. То есть аранжировщик должен быть музыкантом. Музыкантом, да. Первый фактор – это музыкальность. Его быстрая способность. У него есть и большая, развитая или от природы дана музыкальность. Ему будет легче это делать. Второй пункт, который я для себя открыл – это умение слушать. Дело в том, что мы, появившись на свет, знакомимся с миром и с музыкальным тоже. И у нас очень много всего сделано. И поэтому, как мы умеем слушать музыку какую-либо, не просто наслаждаясь, потоптывая, подсвистывая, или мелодию напевая, а немножко разделяя ее на составные части. Анализируем. Анализируем, да. Мы подмечаем, что вот барабанная партия строится из таких-то элементов, что правая рука барабанщика по хэту играет такой рисунок, а большой барабан имеет такой рисунок. А звучит общая совокупность инструментов. Например, там скрипки вступили, мы слышим, что они с таким-то штрихом играют. Например, там пиццикаты. Или наоборот, очень протяжно, легаты. Потом анализируется в фонограмме очень много всего. Как даже построил звукооператор эту фонограмму. Там же видно какие-то планы, чтобы фонограмма была выпуклой и объемной. Употребляется много всяких вещей. Реверберация. Реверберация самого здания при записи. Какой-то голос может быть вдалеке. Какой-то голос может звучать правее. Используется панорама. Вот это вот все слушание и называется с анализом. Из этого накапливается опыт. И, в общем-то, я даже даю совет любому аранжировщику, если ему примерно ясна, стилистика какого-то произведения, к которому он приступает, имеет смысл послушать много уже хорошего, сделанного в этом близко жанре. И послушать именно с этим уклоном, которым я сказал. Потому что там много откроется. То есть, велосипед не надо изобретать, а можно изучить. У меня был такой всегда принцип. Когда-то я участвовал в конкурсе композиторов, и там на конкурс вводилось написание квартета, струнного квартета. Конечно, я начал с того, что я начал слушать. Я начал слушать квартеты Бетховена, Шостаковича. По возможности струнные. Пошел. Ну да, я про квартет про струнные, потому что композитор струнный квартет, экономическая музыка. И я ходил в магазин, покупал партитуру, и смотрел, и слушал, и сличал. И из-за этого потом, только потом, я начал уже писать. Это, значит, второй пункт у нас. Слушать. Слушать и анализировать. Очень много. Вот когда я учился, мой преподаватель, Юрий Иванович Маркин, он в первую очередь меня научил слушать. И как я только научился слушать, я стал двигаться быстро. Потому что открылось много информации. А интересно, если в двух словах, вот как он это делал? Как он учил слушать? Что-то заводил, и потом проверял, что там услышал ученик, а что не услышал. Мы вместе слушали, и его подход, объяснение, как он слушает, и что подмечает, я для себя открывал, и начал потом отличать одно от другого, плохое соло, от хорошего соло, звук, нету звука, плохо записано, хорошо записано, эмоционально записано ли всеми участниками, есть драйв, или нету его. Вот это все начало на меня наваливаться, и, естественно, я стал и к своей музыке подходить уже с этих планок. Это вот второй пункт. Третий? Третий пункт у меня – это, конечно, как я и сказал, техническая база. Если человек обладает и музыкальностью, и может слушать, и может уже воплощать, ему надо уметь воспользоваться всеми вот этими ручками, кнопочками, знать, как запуститься какая-либо дорожка на запись, уметь играть под метроном, потому что у нас музыка в тактах находится в размерах 3 четверти, 4 четверти, 5 четвертей. Вот. Все уметь и знать это оборудование. Если я даже приобрел какие-то клавиши, мне нужно потратить энное количество времени, чтобы он подчинился мне, потому что то, что я вижу только дисплей, и на нем какие-то нанесены символы, это все равно символы, их надо разгадывать, и чем быстрее это произойдет, тем тот посыл творчества, который вдруг есть, быстрее воплотится в звуки. Очень частая такая история, когда вот особенно начиналась компьютеризация, там 90-х активная, большое количество профессиональных музыкантов, вот на моих глазах это там десятки случаев, покупали компьютер и говорили, ну все, завтра я сделаю вообще, воплощу все свои мечты, они приходили домой, мы включали его, будучи уверены, что раз он музыкант, там играл 30 лет на всяких разных инструментах, у него все должно легко получиться. Не тут-то было, проходила неделя-другая, он приходил и говорил, ну лучше я как по старинке, так на гитарке, а то что-то там как-то непонятно, ничего. То есть, вот это момент довольно сильно обламывающий. Для творческого человека это испытание, я бы сказал, на терпение. Тут, конечно, надо очень никуда не спешить, никакого результата быстро не получится. Он должен постепенно как бы с какой-то одной опцией познакомиться, потом на следующий раз второй, и потом это сложится в пирамидку небольшую. Во-вторых, это тонкое дело, какой звук и где он есть, чтобы потом его извлечь из памяти даже. Вот я слышу какое-то, я сейчас приступлю к этой музыке, мне понятно, а я знаю точно, что вот тот звук мне подойдет, и тот звук подойдет, и я знаю, где его, так сказать, включить. И им сыграть. То есть, память еще должна быть развита, потому что вот в этом инструменте, наверное, пресетных звуков штук 500, наверное. Да, их надо все отслушать, ими наиграться в свободном полете. Они оставят вслед в своей музыкальности, в этом банке. И, к сожалению, вынужден на этой интересной сентенции прервать Одиссея Богусевича, потому что у нас подкралась незаметная рекламная пауза, но самое интересное начнется после нее. Не переключайте, только не переключайте ваши телевизионные приемники. Рекламная пауза на ОО2. Рекламная пауза на ОО2. Крафтер. Создан быть лучшим.